Итак, всем привет! В этом видео я всё же, знаете, решил какой-то сделать контент небольшой по сушиме. Прошёл игру на платину, наконец-то. И, блин, я играл в эту игру более двух недель, и мне кажется, что каждый час, который я провёл в этой игре, он был офигенный. Поэтому я решил сделать одно видео. Возможно, ещё будет второе, но, скорее всего, оно будет единичным. Игра очень обширная, и здесь всё же есть такие понятия, как билды, но строятся они из простейших вещей, по сути. Это даже не из ваших навыков, так как к концу игры вы прокачаете их все, даже до конца игры. Это больше касается аутфитов, то есть броня, накидки и так далее. Каждый из них даёт по три стата. Грубо говоря, от этого и плюс от чармов, то есть на русском, не знаю как переведено в русском дубляже, и переводится слово чарм, что-то типа как оберег или что-то в этом роде, то есть скажем так, побрякушка, будем это так называть. Есть два слота под вот такие чармы, то есть это уникальные, сильные, скажем так, и остальные все слоты идут под более простые варианты. В общем, в чём суть? Из этих чармов-то и из брони всё и билдится. Отдельные билды может быть я, кстати, выпущу, если это видео соберёт там какие-нибудь хотя бы нормальные просмотры и комментарии. В этом видео речь пойдёт полностью о экипировке. В общем, сейчас я тихонечко покажу. Ну, если надо, нажмёте паузу на каждой виде брони. Это понятно, это самая базовая, стартовая, она мёртвая, это броня, то есть статов она не даёт, её мы не учитываем. Ну, а кто, кому надо, нажмёт на паузу и посмотрит все статы. Это абсолютно вся броня в игре, кроме там ещё была броня за предзаказ, но это мы не рассматриваем. Мы рассматриваем тот контент, который есть полностью у каждого обычного игрока. И да, ещё есть вот такая уникальная херня. В игре есть разделение как по чармам, так и по видам брони, что она даёт. Скажем так, есть броня вот Теодори, которая полностью сфокусирована на стрелах и концентрации, да, то есть замедлении времени при стрельбе. Есть, скажем так, накидки, которые лучше позволяют стелсить, есть накидки, и виды брони, которые позволяют лучше пользоваться вашими оружиями призрака, то есть всякие куная, бомбы и так далее. Есть что-то чисто заточенное на ближний бой, есть что-то с своими уникальными особенностями. В общем, сейчас каждую броню вкратце рассмотрим. Эту броню рассматривать не буду. Я считаю, она подойдёт только людям, у которых очень проблемы с нажиманием кнопок в этой игре, потому что играть с этой броней стоит только на самом низком уровне сложности, так как здесь уменьшение всего урона, увеличение здоровья, и когда вы получаете урон, 30% получаете резолва. Это, блин, броня чисто под людей, которые реально плохо нажимают кнопки, играют на второй, на первой сложности. То есть игра специально преподносит такой вид брони, чисто для таких людей. Для всех остальных людей здесь смысла нет. В этой броне она не даёт урон, она ничего не бустит, связанного с оружием и призрака, она не бустит ничего связанного с телсом, не отхиливает вас, в общем, не нужно. Теодория Армора это топ-тир броня, это единственная броня, которая полностью фокусируется на стрябе. С лука, соответственно, перезарядкой и натягивание сети увеличено на 30%, ну, типа, быстрее всё это делается. Концентрация увеличивается на 2 секунды, и типа, хедшота восстановлена на 50% концентрации. Это просто вообще сок. Первое время, учитывая, что броня появляется чуть ли не в самом начале игры с мифической легендой, типа, это достойно. Это прям вот топ. Её можно с ней как взять и так и ходить до конца игры. Несмотря на то, что специализация идёт полностью на лук, но это достаточно прикольно. Броня Ронина это одна из моих любимых, скажем так, накидок. Уменьшает срок, за который вас замечают противники. 30% увеличивают урон в ближнем бою. И когда вы выходите из травы, из травы, в которой вас не видно, то есть высокой травы, противники гораздо медленнее вас замечают. Гусакуза Армор это прям практически... Ну, это топ-1 броня, грубо говоря. Потом про это вернёмся. Увеличение здоровья, увеличение стагера урона, и когда вы убиваете за стагерного противника, вы становитесь 20% здоровья. Это просто топ. Это что-то близкое к топу, если сравнить с броня ближнего боя. Как по мне, самая попсовая броня среди русских игроков, это, кстати, самая попсовая броня среди американских игроков. Да, есть статистика. Здесь увеличение мили урона, но не написано сколько. Написано мейджор, то есть, типа, много. Здесь написано в процентах. Мне кажется, эта броня поднимает больше урона в ближнем бою. Как ощущение? Массивное увеличение здоровья, чего, кстати, здесь тоже присутствует. И уникальная обилка стендов увеличивается на плюс 2, то есть, можно убить аж до 5 противников, и каждый раз, когда ты побеждаешь стендов, типа, у тебя есть шанс, что ты напугаешь противников, типа, они разбегутся в страхе. Броня кенсей. Это, наверное, вторая моя любимая броня в этой игре, очень спорная, но позже про нее вернемся. Увеличивает количество резолва на 30%, то есть, каждый раз, когда вы получаете резолв за совершение каких-то действий, у вас это все становится еще быстрее, то есть, у вас резолв увеличивается очень-очень быстро. Оружие призрака на 30% больше, с чармами, со всеми этими можно разогнать до 70% увеличения урона от кунаев и помп. И вот это самое интересное, когда мы попадаем противника тем же самым кунаем, к примеру, противник наносит нам меньше на 50% урона, а мы ему наносим на 50% урона больше. Это сумасшедшая обилка, то есть, вдумайтесь, здесь 30% увеличения мили урона, а здесь вы будете наносить ему на 50% урона больше с любого источника. То есть, это реально, это топ-тир тоже броня. Гост-армор, самая попсовая броня тоже, увеличение, типа, вас замечают гораздо медленнее, типа на 40%, чтобы войти в стойку призрака, нужно на 2 убийства меньше, это всего 5, и каждое убийство имеет шанс 30%, что противники испугаются. Я скажу так, это очень рандомная броня, внешне, она выглядит неплохо, но, в общем-то, как бы, она очень рандомная. И перки у нее своеобразные, скажем так. Например, стакать стойку призрака можно также удобно и с кланом Сака, это даже будет круче, потому что вы заходите с ландов, убиваете пятерых, вам осталось убить противника, и у вас уже есть только призрака, то есть, как бы, монгольская броня, ну, лизера, то есть, увеличение здоровья, уменьшение урона, и когда, типа, ну, то же самое, что с самурайская броня, на то, какую час заменено, то есть, третий перк, это, типа, уникальная вещь, тоже, когда вы вне боя, вас гораздо сложнее, сложнее заметить, потому что, типа, ну, понятно, вы выглядите как свой, типа. Тревеллер Сатайра, это мы не рассматриваем, это не боевая броня, но, кстати, очень полезная для поиска тех вещей, которых вы еще не нашли. Ну, и самая настоящая самурай, естественно, ходит фундоши, короче, потому что бег и спринт больше не создает звуков. Итак, три самых сильных брони, на мой взгляд, для всех игроков под любой тип геймплея, да, топ-1, это 100% броня к госсаку, потому что увеличение здоровья, увеличение стаггера демеджа и восстановление здоровья, это очень мощные статы. Топ-2, 100% Тайдори Армор, потому что сильные бусты к навыку лучника, которые можно хорошо комбинировать вместе с боевыми навыками завладения катаной, на самом деле. Топ-3, по моему мнению, это либо в зависимости от типа геймплея, либо клан Сакай, Армор, либо Кинсей. Это примерно так, то есть, это вот три лучшие виды брони, то есть, это госсаку, это Тайдори, и либо Сакай, либо Кинсей. На мой взгляд, я от себя кое-что добавлю. По своему любимому геймплею больше всего я в игре проходил, вот чисто по аналитике, я проходил больше всего в начале в Тайдоре, в Ронине, немного в госсаку, немного в Сакай, чуть побольше, кстати, в госсаку, много в Кинсее. И, в принципе, основное я даже, ну, в гостей совсем немного, но это не очень интересная броня. В этом я практически не ходил, кстати говоря, в самурайск, то есть, ну, она бесполезная. И я хочу сказать одно, самый большой урон, ну, вот в любом случае, вписывается, понятно, что если у противников нет шлема, то начальная локация, первая, там просто хедшоты летят, и его не выходит из-за медления времени, и это офигенная броня, поэтому она занимает явно второе место. Ронинская, она очень сильно увеличивает урон, у нее очень крутой внешний вид. Для меня, это моя самая любимая накидка, именно из-за внешнего вида, и частично из-за статов. Третий стат я бы, конечно, переделал, но первые два решают. Госуку, это тоже одна из моих любимых видов брони, но если брать чистый дамаг, именно с, вообще, который можно совершить, да, не просто выстрел в голову кому-то, да, там, у кого незащищенная голова. Кенсей, вкупе с навыками, с, на увеличение урона от оружия призрака, это просто сумасшедшие цифры, то есть, вы кидаете кунае, противники либо умирают, либо если они бронированы, или это бруто, то есть, толстый противник, вы подходите, делаете один-два удара. Все. Даже, чаще всего, это один удар. Это настолько сильная броня. То есть, если мы берем чистый урон, да, который вообще можно выписать, то понятно, что здесь Госуку явно не топ-1, не Сакай топ-1. Тут топ-1 уронен, и топ-1, естественно, Кенсей. То есть, если вы хотите играть глазкенон билд, когда вы, ну, и, соответственно, нужны еще соответствующие пирки, здесь упор идет в, в использовании, оружия призрака. Здесь упор идет именно, что вы просто частично используете оружие призрака, и вы просто, ну, разрубаете. То есть, тоже там один-два удара, то же самое, в принципе. Но только здесь, конечно, миллиурон будет больше, потому что Кенсей не бустит миллиурон. Он бустит только урон по противникам, которые поражены оружием призрака. В общем, для всех, я уже сказал, это Госуку, это Теодория, третье место, это Кенсей, и Сакай. Но, естественно, проще будет играть, если в ближнем бою, то это Госуку и Сакай, если в дальнем бою, то Теодория. Кенсей слишком опциональный, но мне он очень нравится. Теперь топ любимых видов брони, которые, которые у меня самые любимые по статам и по внешнему виду, именно у меня, не взирая на, чисто на статы, и что подойдет всем игрокам. Топ-1 это Ронин, топ-2 это Кенсей, топ-3 это Госуку. Все. То есть, ну, как бы, Госуку мне просто очень нравится, еще из-за внешки. И Теодория, вот, вместе с Госуку где-то, то есть на третьем месте примерно. Вот. На этом все, вот такое было видео, если видео реально зайдет, сделаю несколько билдов, потому что в комбинации с определенным видом брони, вместе с чармами, получаются сумасшедшие вещи. Да, кто задается вопросом, играю я, естественно, на Литтеле. До этого я, когда еще не было сложности, это я проходил, естественно, на третий. Здесь я играю на самый последний. На этом все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, оставляйте комментарии. Вот такое было видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok